В Ташкенте стартовал четвертый раунд мониторинга в рамках стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, который является программой проведения взаимных обзоров в группе из девяти стран. Его цель – оценка достижений по выполнению рекомендаций предыдущего раунда с акцентом на обеспечение соблюдения антикоррупционных законов. В течение пяти дней будут проходить сессии с участием экспертов сети организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии. О первом дне работы экспертов в материале нашего корреспондента. Это уже четвертый раунд мониторинга в рамках стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, который является субрегиональной программой по взаимной оценке. Программа содействует антикоррупционным реформам посредством страновых обзоров и непрерывного мониторинга реализации рекомендаций. Цель этого раунда – оценка достижений по выполнению рекомендаций предыдущего. Тогда их было 23 с акцентом на обеспечение соблюдения антикоррупционных законов и практическую реализацию. Согласно рабочей программе сети, на 2016-2019 годы мониторинг включает одно новшество. Это углубленное исследование одного сектора, которое представляет высокий риск коррупции. Например, сфера образования, здравоохранения, строительства и другие. В Узбекистане была выбрана налоговая администрация и система налогообложения. В течение пяти дней пройдут более десяти сессий с участием экспертов Организации экономического сотрудничества и развития. Они будут посвящены антикоррупционной политике и институции. Уголовной ответственности за коррупцию и ее применение. Отмечалось, что в последние годы Узбекистан ускорил темп проводимых антикоррупционных реформ после принятия закона о противодействии коррупции. Создание межведомственной комиссии по противодействию коррупции для координации и мониторинга их реализаций. Сегодня в центре дискуссии экспертов были документы антикоррупционной политики, взяточничества и другие коррупционные преступления. Специальные сессии посвятили встрече с представителями гражданского общества и международного сообщества. По итогам четвертого раунда будут выработаны новые рекомендации.